Собрав всю информацию об утонувших, в МЧС чертили картину того, кто, где, когда и почему, оказавшись в воде, живым из нее не возвращается. Из этого следует, что самая типичная ситуация, которая приводит к летальному исходу, когда жарким летним выходным мужчина в расцвете сил отправляется на необорудованное для купания место и перед этим употребляет, а вернее, употребляет алкоголем. Как сегодня доложили президенту, сейчас в республике более 70 пляжей, а нужно еще минимум 59. Даже создавать условия для цивилизованного отдыха наших людей. Если человек будет знать, что он сможет не только искупаться на пляже, но и перекусить, взять на прокат снаряжение спортивный инвентарь, конечно же, он будет отдыхать там. Рустам Мениханов поручил разработать набор минимальных требований к пляжам, чтобы больше мест смогли получить такой статус. Лучший контроль должны обеспечить большее число спасателей-волонтеров. Нам надо готовить спасателей-волонтеров среди студентов. Не надо никакие эти моторные лодки, ничего не надо. Если кто на курорты ездит, вот эти пластмассовые небольшие байдарки, купите им такую байдарку и пусть они там это охраняют. Без излишек. Вот эти функциональные вещи, они очень нужны. Но там должен быть хозяин. Если там не будет хозяина, это загадится и все остальное. Готов ли муниципалитет это сделать? Значит, давайте ваше предложение соберем. Обеспечить безопасность не только на воде, но и на земле должен комплекс «Безопасный город». Планируется создать в республике единую систему видеослежения, которая возьмет на себя и функции диспетчерской службы. То есть специалисты, увидев какое-либо ЧП, сразу смогут оповещать экстренные службы. Так в минувшем году с помощью камер удалось раскрыть без малого 700 преступлений. Я обращаюсь к главам. Вот, конечно, дежурно-диспетчерские службы, они должны быть не только в пожарной части. Надо создавать ситуационные центры данных муниципальных образований. Такое видеослежение, помимо Казани, сейчас активно применяется в Альмедевском районе. Местный глава предложил даже ставить больше камер с системой распознавания лиц. «Мы снимаем под углом, и это не дает возможности распознавать лицо. Камеры надо ставить фронтальным образом, либо в домофонную дверь». «Зачем так людей это? Ограничивать в конституционных правах? Кто-то куда-то хотел зайти, а там камера стоит». «Мы же за семью крепкую, чтобы камеры нашей семьи не разрушали». Сейчас в республике установлено около 50 тысяч камер видеослежения. Рустам Бениханов поручил провести инвентаризацию этих систем и определить оптимальные места расположения. Дмитрий Аринин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова